Вести детально в студии Наталья Пухова Комиссия FIFA и министр спорта России приедут в Самару на следующей неделе. Визит запланирован на вторник и среду. Эту информацию подтвердил Виталий Мутко в планах подготовки к чемпионату мира 2018 не только строительства самого стадиона, но и других объектов, таких как велотрек или атлетический манеж. Здесь уже тоже заручились поддержкой федерального центра. Не только о футбольном первенстве, но и о развитии профессионального спорта в целом, говорили накануне в Москве на заседании совета при президенте. Участие в совещании принял губернатор Самарской области. Он рассказал о положении дела сейчас и озвучил свое предложение. Президент России буквально начинает совещание с перечисления по фамиль на тех, кто вкладывает в развитие спорта. Это поддержка как профессиональных клубов, так и детских школ. При этом Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что спорт и сам может оккупаться и даже приносить доходы. За рубежом профессиональный бокс, футбол и баскетбол элитных дивизионов – это бизнес. Считаю, что за счет грамотного, продуманного управления профессиональный спорт в России также может вполне эффективно использовать коммерческие и рыночные источники финансирования. При этом ассигнования из бюджета и средств госкомпаний должны прежде всего идти в основном на массовый спорт, а не на закупку иностранных звезд ради престижа по непрозрачным и часто необоснованным ценам, как это порой у нас, к сожалению, до сих пор бывает. Развивать спорт, в том числе и профессиональный, готовя свои таланты – это то, о чем говорит глава государства и на что уже делают ставку в Самарской области. Перспектив много, несмотря на то, что в свое время этой отрасли уделяли внимание весьма своеобразно, делали ставку на легионеров. Мыльный пузырь в какой-то момент лопнул, сейчас ставка другая. 12 профессиональных клубов, вот итоги прошлого года показали, тебе посчитали, соотношение финансирования 12 профессиональных клубов – это 40% деньги спонсоров, коммерческие деньги и 60% – это деньги бюджета. То есть соотношение пока на сегодня 60 на 40. Ставим задачу вот к следующему году пирамиду перевернуть. Уже как одна из главных побед для региона – это чемпионат мира по футболу в Самаре. Благодаря Мундиалю построят стадион, тренировочные базы. В Самаре уготована роль локомотива, уверяет министр спорта. Будет база – будут и победы. В этом уверен Шамиль Анвярович Торпищев. У области крепкие традиции и большое будущее в теннисе. Развитие спорта – это вопрос и здоровья населения потом не придется вкладывать в борьбу, например, с наркоманией. И вопрос даже имиджа страны в целом. Профессиональные клубы хотят обязать финансировать детские и юношеские школы. Постараться отказаться от легионеров. Хотя понятно, что в полной мере от этого уйти не получится. Владимир Владимирович в заключении он очень четко сказал, что полностью ограничивать не будем. Почему? Потому что мы не хотим изолироваться ни в экономике, ни в политике, ни в чем. Мы не можем изолироваться от всего мира. И в том числе есть люди, которые с удовольствием смотрят там и Халка, или в других командах играющие там на очень высоком уровне. И это тоже привлекает дополнительные зрители. Пожалуй, главную мысль президент России озвучил, завершая совещание. Мы сами тормозим развитие спорта, покупая иностранных игроков, а не создавая собственных баз. Это законы любой отрасли, будь то промышленность или сельское хозяйство. Конечно, не исключение и спорт. Велосипед тут придумать не надо. План действий понятен и очевиден. В Самарской области сейчас очень неплохая программа развития. Значительно увеличились инвестиции на развитие материальной базы. И это будем поддерживать. Я планирую 9-10-го быть. У нас будет комиссия ФИФА, которая будет посещать Самарскую область. Поэтому мы еще раз с губернатором поговорим. Сотрудники МЧС провели учет всех потенциальных бомбоубежищ. По итогам инвентаризации определится возможность использования этих помещений как по прямому назначению, так и в мирных целях, сообщает извести. В каком состоянии бомбоубежища Сызрани, об этом Ольга Максимова. Вопросами гражданской обороны вплотную занялись не так давно, как по всей России, так и в нашем городе. Насколько город готов к чрезвычайным ситуациям, обсудили на заседании Комитета по городской безопасности. Буквально в прошлом году прошла всероссийская инвентаризация защитных сооружений. На территории нашего города расположено 125 таких объектов. Должным образом не готово ни одно из них. Взять на себя приведение таких сооружений в надлежащее состояние город не может. Объекты значатся на балансе федерального центра. Администрация городского округа Сызрани готова была взять, начать с приведения данного защитного сооружения в надлежащее состояние. Нами были написаны соответствующие обращения. Но, к сожалению, мы получили ответ о том, что из-за Росимущества России, о том, что в настоящее время нет механизма передачи данных защитных сооружений на баланс органов местного самоправления. В подобной ситуации оказался не только наш город. Для решения проблемы необходимо соответствующее постановление правительства Российской Федерации, которое уже готовится. Но, как скоро будет принято, сказать сложно. Пока решается этот вопрос, город занят другими проблемами в сфере гражданской обороны. Так, например, в прошлом году впервые были выделены средства для создания определенных запасов на случай ЧАЭС. Нами были приобретены соответствующие защитные костюмы, противогазы, различные приборы для определения разведки в случае введения гражданской обороны. Также налаживается система оповещения граждан. Сейчас она запущена в центральном районе города и в районе Засызрана. В ближайшие три года система оповещения оборудует весь город, причем современной системой. Предупредить о ЧАЭС администрация города сможет не только привычными сиренными сигналами, но и речевыми сообщениями, а также по телевидению и радио. Еще одним вопросом интересующих депутатов стало существование неких организаций, которые, по их мнению, разлагают умы людей. Инициатива была от депутата Павла Зелюкова, а остальные парламентарии поддержали его обеспокоенность деятельностью свидетелей Иеговы и активистов Светланы Пеуновой. По этому вопросу было принято решение обратиться в органы правопорядка с просьбой обратить внимание на данные организации. Ольга Максимова, Дмитрий Медведев, Вести детально. Мы продолжаем. Весенне-летняя призывная кампания началась еще 1 апреля. Вооруженные силы России должны пополнить более 3000 новобранцев из Самарской области. Часть из них в место службы сегодня отправила с Сызранского призывного пункта. Путь им предстоит не близкий. Куда, расскажет Максим Попов. За тысячи километров от родного дома на восточные рубежи нашей родины отправились сегодня около сотни призывников. У нас еще впереди много задач. Пока все идет у нас по плану, без срывов. Все команды, которые мы должны скомплектовать, они скомпонованы. И сейчас идет плановая работа по отправке. Вообще эшелон более 400 человек идет. И в конечном итоге он сейчас идет в Уфу. Там будут еще подсадки. И около 700 человек пойдут, наших поволжских ребят, служить на Дальний Восток. На торжественном митинге, посвященном отправке воинского эшелона, высшие военные начальства, представители администрации Сызрани, Октябрьско-Сызранского и Шигонского районов, а также представители духовенства, желали молодым призывникам с честью выполнить воинский долг и после службы стать примером для своих ровесников. Для многих призывников столь дальняя поездка на другой конец страны оказалась весьма неожиданной. Но и это не охладило пыл будущих защитников. Свидетельство тому ни одного уклониста с начала призывной кампании. Это у меня перемешанное чувство. Там будет все и сразу. Это обязательно надо, потому что... Ну, 18 лет это же не мужик там, ну пацан. А вот после армии уже мужиком придешь. После 16 июня начинается второй этап призывной кампании, когда в основном будут призываться студенты высших и средних учебных заведений, не имеющие права срочки. Всего же кампания продлится до середины июля. А сегодняшние первые призывники отправлялись на Дальний Восток в дождь. Народная примета гласит, что уезжать в дальнюю дорогу в дождь – к удачному пути. Максим Попов, Дмитрий Медведев, Вести детально. Не секрет, что попасть на прием к врачам в Сызрани, как и во многих городах страны, задача не из легких причин в дефиците медицинских кадров. Тем ценнее для граждан возможность попасть на прием к специалистам областной клиники, не уезжая с Сызрани. Такой прием в Центральной городской больнице бывает нечасто. Пять специалистов из Самарской областной клиники имени Середавина приехали осмотреть Сызранских пациентов. Обычный консультативный прием, постановка диагноза, назначение лечения, рекомендации по слухопротезированию, подбираю слуховые аппараты, настраиваю слуховые аппараты. Вот такая цель моего визита. Таких узких специалистов, как нефролог, сурдолог, ангиохирург, гастроэнтеролог и ревматолог в Сызрани просто нет. Ведь и общая укомплектовность врачами в городских больницах менее 40%. У нас в городе данные специалисты, данных специальностей отсутствует. То есть ни в штатных расписаниях лечебных учреждений, ни в нашей Центральной городской больнице данных специалистов нет. Поэтому жителям Сызрани эти специалисты консультации необходимы. Всего за один день самарские врачи провели осмотр более 100 человек с заболеваниями почек, суставов, артерий, органов пищеварения и слуха. Прием одного пациента длился порядка 30 минут. Достаточно, чтобы поставить точный диагноз. Очень благодарны нашему здравоохранению о том, что заботятся о нас, нам в Самару не ехать. А именно приезжает сюда много специалистов. На данный момент очень много специалистов. По профилю, именно по профилю. Очень благодарны. Спасибо огромное. Анатолий Волошинский, Сергей Инкин. Вести детально. С 4 июня наш город вместе со всей страной отметят Пушкинские дни. В честь дня рождения великого русского поэта. Он родился 6 июня 1799 года. Различные праздничные мероприятия, посвященные этому событию, запланированы в библиотеках и домах культуры города. Незадолго до Пушкинских дней в нашем городе подвели итоги конкурса. На первый взгляд, напрямую с Александром Сергеевичем он не связан. Впрочем, его участникам лучше знать. В каких произведениях упоминается Сызрин? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно серьезно поработать. Что и сделали участники конкурса Сызран в литературных произведениях, который в нашем городе прошел впервые. Идея провести его принадлежит члену Общественного совета Сызранской думы Сергею Марфину. Глава Городской думы Сергей Ананев поддержал такую инициативу. И в начале года Общественный совет думы и Центральная библиотека пригласила поклонников русской литературы поучаствовать в конкурсе и найти как можно больше произведений, в которых упоминается наш город. Конкурс решили провести именно в этом году, в 2015 год литературы в России. Но, возможно, такие конкурсы станут традиционными, ведь вряд ли они потеряют свою актуальность. Сегодня жизнь такова, что очень многие пишут только смс-ки и читают только смс-ки. И, к сожалению, обеднел наш и русский язык, и то общение, которое происходит в таком телеграфном каком-то стиле. И наша сегодняшняя жизнь, к сожалению, не располагает к тому, чтобы углубиться в чтение и получить от этого наслаждение удовольствие. Среди десятков участников от 8 до 35 лет победителем конкурса стал Алексей Бочкарев. Он получил подарки от организаторов и депутатов. Алексей представил на конкурс обширный список литературы. Самая главная книга – это «Сызранская лука», потом сборник стихотворений про Сызрань, а еще произведения поэзий, которые были тоже написаны в Сызране. Остальные призеры конкурса также не остались без ценных подарков от депутатов. Как отметил председатель местного отделения Союза писателей России Олег Портнягин, теперь есть идея провести конкурс на написание книги о Сызране. Возможно, кто-то из участников этого литературного поединка уже планирует в нем поучаствовать. Наталья Пухова, Сергей Инкин, Вести детально. А сейчас пришло время узнать сразу о нескольких новостях за 163 секунды. Итак, поехали. Накануне в Сызранской думе прошли первые публичные слушания по проекту внесения изменений в городской устав. Главные изменения заключаются в том, чтобы полномочия главы города были переданы от председателя думы к главе администрации. Такая схема соответствует областному законодательству. Мы жили и так, когда глава городского округа был главой администрации. Это уже было в четвертом созыве. В пятом созыве изменилось. Полномочия думы, они никак не ущемляются. Мы имеем право на контроль. Мы, в общем-то, будем избирать главу. Поэтому здесь депутаты могут быть спокойны за свои полномочия. Нисколько не ущемятся. Молодежная команда «Сызрань-2003» накануне сыграла два выездных матча пятого и шестого тура первенства МФС при Волжье. На выезде в Чебоксарах подопечные тренеров Александра Кочененко и Сергея Симонова уступили команде «Динамо-Дюсш» со счетом 0-3. Все три гола были забиты хозяевами в первой половине игры. Во втором матче наши резервисты также с сухим счетом 0-4 уступили в Нижнем Новгороде местной команде «Олимпии» с «Дюсш». После неудачной выездной серии «Сызранская команда» делит 10-11 места с дублем Оренбургского газовика, имея в активе пока два очка. Следующий матч чемпионата «Молодежка Сызрань-2003» проведет 13 июня. Также на выезде с клубом «Димитровград». А чуть ранее, 6 июня, «Сызранцев» ждет выездной матч Кубка МФС при Волжье с «Молодежкой Самарских крыльев Советов». От чистого сердца. С таким названием в «Сызране» прошел благотворительный турнир по мини-футболу. Участие в турнире приняли 8 команд из «Сызране», «Октябрьска», «Новоспаска» и «Ульяновска». По итогам группового этапа и первой стадии плей-офф в полуфиналах «Сызранские команды «Крылья» и «Кавказ» встретились с командами «Ул-Сити» из «Ульяновска» и «Ульяновскнефть» из поселка «Новоспаское». В обоих противостояниях сильнее оказались наши гости. В итоге в матче за «Бронзу» «Крылья» одержали убедительную победу 3-0 над «Кавказом». В финале победу праздновала команда «Ул-Сити», обыгравшая «Ульяновснефть» со счетом 2-0. Средства, собранные с этих соревнований, пойдут в помощь «Сызранскому дому малютки». Такой турнир не последний в этом году. Уже в скором времени организаторы вновь планируют провести подобные соревнования. Продолжаем выпуск. К нам в редакцию обратились с «Сызранцы» с просьбой приютить того, кто для одних стал любимцем, а для других – источником раздражения. Кто же это расскажет, Илья Волков. Недавно к нам в редакцию поступило письмо от жительницы образцовской площадки. Два года назад во дворе ее дома оказался маленький щенок-баллонки. Посоветовавшись с соседями, собаку решили приютить и оборудовали для нее небольшую будку. Она такая добрая, всем понравилась. Два года живет. У нее постоянное есть место, где она живет. Ни разу она ни на кого, значит, не набросилась, ничего. Есть у нее, значит, маленький домик сделали. Она перезимовала уже две зимы в этом домике, значит, вместе с двумя котами. Добрая душа. Она согревает не только этих котов, она согревает и наши души. Но оказалось, не всем по душе жить в соседстве с собакой. Я против, потому что это, ну, незаконно. Здесь не частный дом, чтобы ставить будки и разводить собак. К этой собаке прибегает целый свор собак. А именно вот эта собака вас как-то пугала, лаяла на вас, кусала? Нет, именно эта собака нет. А вот именно которой прибегали. Шура или Шарик называют ее по-разному. На любую кличку собака откликается с радостью. За ней присматривают, моют, кормят. Но сейчас опасаются, что с собакой может что-то случиться. И как бы тяжело не было расставаться, жители двора, которые на стороне собаки, решили, что будет лучше, если ее заберут в безопасное место. Мы много говорим о благотворительности, много говорим о милосердии, много говорим о жалости к беззащитным животным. Так вот я хочу призвать людей, помощь от людей. Люди добрые. Может, кто-то возьмет собачку в добрые руки, в хорошие руки. Если кто-то захочет взять себе это милое существо, можете позвонить по телефону или обратиться по адресу, который вы видите на экране. Как сказал Эрих Мария Ремарк, собака никогда не будет шеденок. И будем надеяться, что в скором времени у этой собаки появится новый хозяин. Илья Волков, Игорь Шиянов, ввести детально. Приютели бы созернцы бездомные животные. Об этом они расскажут в рубрике «Хочу сказать» через несколько секунд. Потом эфир продолжит дежурный по городу Кристина Солодкова. А я напоминаю, что нас можно смотреть и на сайте www.ktv.ru. Также мы есть в социальных сетях. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Взяли бы. У меня их полно. Всяких. Вообще я за приют в нашем городе, чтобы домашние животные при необходимости не становились бездомными. Честно, у нас так целый зоопарк дома. Поэтому думаю, что нам хватает. Вполне. Слишком много проблем создают бездомные животные. Они уже со своими привычками, потому что уже не маленькие. Может быть взяла бы, если бы не было своего ката. Брали и взяли бы. У нас есть кот, но не совсем бездомный, но тоже взяли бы его. А я бы взяла всех. Ну да, взял бы. Откормил бы ее. Помыл. И жила бы у меня. Я так животных люблю. Я считаю, что надо заботиться о животных, о бездомных. Здравствуйте. В эфире рубрика «Дежурный по городу». Жители по улице 50 лет октября 18 добились ремонта фасадов и подъездов. Но их радость омрачили навязчивые рекламщики. И повесили нам вот эти информационные доски на каждый подъезд. И, значит, после 21 апреля у нас оказалась вот такая реклама помимо этих досок. По факту размещения рекламы в неустановленных местах, это как остановочные павильоны, электроопоры, столбы, фасады жилых зданий, входные двери, которые являются неустановленными. Предусматривается административная ответственность на граждан до 2000 рублей, на должностных лиц от 5 до 8 тысяч рублей и на юридические организации от 150 до 300 тысяч рублей. По факту размещения рекламной афиши по 50 лет октября 18 административно-технической инспекцией будет принята мера административного воздействия к нарушителю. Жители улицы Кадровой буквально бьют тревогу. Яма в дороге, прилегающей к частным домам, достигла своей предельной глубины. Здесь за 50 лет, я говорю, никто дорогу не делал, особенно вот как бараки кончали, там всю жизнь я вот лично отсыпал. Как хороший дождик или половодик, все снесло всю дорогу. Весной здесь люди даже пешком пройти не могут. Мы колею пробьем, по ней течет, туда не залезешь, там сугроб и грязь. Как здесь мифсадик идут, я не знаю. В комитете ЖКХ нам пояснили, что эта дорога по непонятным причинам выпала из плана, не числится по документам и даже не имеет названия. Сейчас ведутся работы, чтобы официально внести ее в градостроительный план и затем осуществить ремонт. Вчера в районе Образовской площадки произошла авария, которая затруднила проезд другим автомобилям. На этом у меня все. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова